Ново-Ивановская По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, садик уникален не только по своей архитектуре, но и по судьбе. Этот детский сад в 2018 году был завершен, введен в эксплуатацию, с тех пор стоял, никак не использовался и нам пришлось побороться за этот детский сад. Мы обратились с исковыми заявлениями и только через суд, через судебное решение смогли этот объект забрать в муниципальную собственность в конце прошлого года. И вложили определенные денежные средства, около 10 миллионов, чтобы закупить мебель, оборудование, провести определенный уже ремонт, потому что объект несколько лет стоял. Жилой комплекс «Западные ворота» столицы, где появилось дошкольное учреждение, один из проблемных. Детского садика здесь остро не хватало. В необычно просторных помещениях оборудованы игровые и спальни, пищеблок и медицинский кабинет. Скоро в саду запустят кружки по различным направлениям. Дети счастливы, это уже видно, и родители счастливы вдвойне, потому что теперь есть куда ходить, есть куда отправлять своих детей. Они здесь точно получат профессиональный уход, присмотр, получат знания необходимые. Здесь даже есть уже элементы такой профподготовки. У нас есть два мини-станочка. В работе на мини-станках будут обучаться воспитанники старших групп. Детский сад рассчитан на 110 мест, но с учетом больших помещений здесь комфортом поместится гораздо больше детей, считает глава округа. Штат учреждения полностью укомплектован и готов радушно принимать воспитанников от двух до семи лет. Я хочу пожелать всему педагогическому коллективу успехов, удачи в развитии детского сада, в общении с родителями, с детишками. Очень хочется, чтобы и родители, и дети были счастливы, и их тянуло в детский сад, чтобы дети в выходные просились в детский садик. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.